Это самый особенный день, ведь все, кто совершают хадж, стоят там, на Арафате, и им прощаются грехи за всю жизнь. С именем Аллаха, хвала ему, мир и благословение, посланнику Аллаха. Дорогие братья и сестры, мы знаем, что величайшие ночи в году – это последние 10 ночей Рамадана. Но вы знали, что величайшие 10 дней года – это первые 10 дней Зульхиджа. Эти дни настолько велики, что пророк Мухаммад, салаллаху аляхи ва салям, сказал. Он сказал, нет больше таких дней, в течение которых праведные дела настолько любимы для Аллаха, как эти дни. И сказал о первых 10 днях Зульхиджа. Его сподвижник спросил, о пророк Аллаха, даже усердие на пути Аллаха? Пророк, салаллаху аляхи ва салям, ответил, даже усердие на пути Аллаха. Кроме случая, когда человек рисковал и своей жизнью, и своим имуществом, и не принес назад ни того, ни другого. Настолько велики эти 10 дней – месяц Зульхиджа. Так что это идеальная возможность для нас с вами, братья и сестры, погрузиться и преисполниться в великом поклонении. Во всех видах поклонения в этот месяц. На самом деле, так же, посланник Аллаха, салаллаху аляхи ва салям, спросили, о пророк Аллаха, а как насчет поста в день Арафат, 9-й день Зульхиджа? Пророк, салаллаху аляхи ва салям, ответил, «Пост в этот день – это искупление грехов прошлого года и текущего года». То есть Аллах смоет ваши малые грехи за два года взамен на пост на протяжении одного дня. А представьте, если мы будем поститься все первые 9 дней Зульхиджа. Мы знаем, что в достоверном хадисе от пророка передается, что он сказал, салаллаху аляхи ва салям, «Кто пропостится один день желательного поста ради Аллаха». Аллах Всемогущий, Он и Велик, отдалит лицо такого человека от адского огня на расстояние пути 70 лет. А представьте, если вы поститесь в один из 10 величайших дней. Так что, мои братья и сестры, у нас золотая возможность получить столько всего в эти первые 10 дней Зульхиджа. Находясь в посте, раздавая милостыню, совершая добро, улыбаясь в лицо брат-брату и сестра-сестре, навещая семью, родственников, читая Коран, Книгу Всемогущего Великого Аллаха. Нам с вами нужно все это. И мы знаем, что на 9 день, в день Арафата, это самый особенный день. Ведь все, кто совершают хадж, стоят там, на Арафате, и им прощаются грехи за всю жизнь. Мы тоже можем получить часть из этого. Мы тоже можем получить свою долю из этого дня, постясь в этот день, чтобы Аллах простил наши грехи. Грехи за два года, братья и сестры. Опять же, у нас золотая возможность извлечь пользу из этих благословенных дней и полностью занять себя собиранием сокровищ Великого Всемогущего Аллаха. И давайте не забывать, что Курбанам надо делиться.